А вы какое имеете представление о русских мужчинах? Я думаю, что они заботливые, что за ними можно стоять как за каменной стеной, и они всегда тебя поддержат. Но я не советую бы совсем идеализировать, хотя после ваших товарищей любой наш покажется просто огромным счастьем. Я Лариса Грузеева, это Давай Поженився, добрый вечер. Сегодня у нас три жениха. Дмитрий, Александр и Игорь. А невеста у нас Наталья. Привет. Наталья, 30 лет. Узнав о тайне из прошлой жизни возлюбленного, поспешила собрать вещи и уйти от него навсегда. Наталья живет в Финляндии, работает воспитателем в детском саду, мечтает поплавать с дельфинами, гордится двумя высшими образованиями и знанием трех языков. Предупреждает, что верит в приметы. Наталья не свяжет свою жизнь с безработным лентяем, который не любит детей. Выйдет замуж за соотечественника, который разделит с ней любовь к хоккейным матчам и ранним подъемам. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Я так понимаю, вы прямо к нам из самой Финляндии. Да, мы приехали из Финляндии. Мы вас очень любим сильно и хотим вам подарить подарки. Дарите. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что мы тоже хотим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Какая прилип, спасибо вам огромное. Какая симпатичная. Да? Ой, ну а мы вам что подарим? Только хорошее настроение и женихов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все, русские мужики плохие. Да? А сами пожаловали-то за нашим, за отечественным. Да, конечно. А свои уже что? Вы же финка? Ну, я по маме линии, я русская. Папа у меня кубанский казак. Прадедушка у нас был финн, а прабабушка была русская. Ну, то есть вы паровозиком, да? К бабушке, прабабушке. И туда поехали как бы восстанавливать свою кровь. Поехали в 95-м году туда. И вас приняли все? Да, приняли. Вы были, наверное, совсем девочка еще? Я была маленькая, да. Мне было 5 лет. Ага, то есть и язык родной, и школу там закончили. Поэтому я извиняюсь, если я неправильно себя выражу, потому что я больше общаюсь на финском языке и эстонском языке. Она похожа на какую-то актрису, мне кажется. Мне нравится. Ну и логично, конечно, что вы вышли замуж за Фина. Конечно, да. Вы ходили замуж по любви? Да. И сколько любовь продлилось? Недолго. Ну, смотрите, вам менталитет финский был уже практически родным. Правильно? Вы сами мыслили и жили как финка. Что же тогда там такого страшного произошло у вас в браке? Ну, что за тайна какая-то у него была? Да, у него была тайна, которую я узнала уже, когда мы вот разошлись. Ну, слава богу, никогда уже в мир иной отходили. Вот. Когда мы разошлись, я узнала, что, оказывается, женщина, с которой он прожил 12 лет, она была... Он ее просто довел так, что она в сумасшедший дом попала. И резала себе вены. Послушайте, я жила в Питере. Фины приезжали на алкогольный тур. Суббота, воскресенье. Сука, квасят, что, может быть, уже девочка родилась-то с рашатной психикой, нет? Очень много они пьют. А как ваше-то к рюмочке прикладывался, нет? Ну, это у них нормально. Каждую субботу, каждые выходные выпивать. А сколько лет-то было? Я так понимаю, что вы молодой выходили замуж. Жених у вас, ваш бывший муж. Насколько старше вас был? Ему было 33. 33, а вам? А мне было вот 30... Ну, как бы, сколько мне было примерно? 28, да. Так вы же взрослая женщина тоже. Ну, да. 28-33. И я-то думала, мы там лет не все. Ну, вот сейчас начинать с моей истории про то, как западные мужчины с жадиной говядиной. Да? Что мы выходя замуж... Ну, рассказывайте. Он требовал, что когда ты идешь в магазин, что ты купила, зачем ты купила? Зачем ты купила там такую зубную щетку? Когда можно пальцем, пальцы же не переломанные, нужно пальцем чистить, да? Или курицу зачем купила и скомячила ее по дороге, прямо сырую? С курицей была немножко другая история. С курицей просто я приготовила курицу, и он у меня спрашивает, а ты мою курицу приготовила? Я говорю, ну, вообще-то я тоже курицу покупала. Она говорит, а он мне говорит, что, а ты мне чек покажи, что это ты купила эту курицу, что это не моя курица. И это была, действительно, это была не шутка, это мне пришлось искать чек и показывать ему. Ага. Потом в горло полезла эта курица? Или? Ну, нет. У нас мужчины считают, что если он там за девочку заплатил, то он ее и танцует. А вы были так же щедры, на ласке, как он к вам с курицей и зубной щеткой? У нас немножко так, что у нас очень мужчины очень холодные. У них... То есть, если на вас не заснет, то уже, слава богу, да, потому что сбрасывать тяжело. Ну, куда верно ребеночка сделали? Ребенок у меня от первого брака. А от первого финского брака? Да, от первого финского брака. Позже, да? Это был, да. А куда он делся-то? Он меня... Изменял? Изменял мне, да, поменял меня на... А вы говорите темперамент, вы говорите холодный. Значит, где-то там наскребет еще на какую-никакую любовь. Это от нее, как говорится, пахло природой их. Ну, просто приучила так, все делала. Работала. Стирала, работала, обувала. Но вы обязаны были это делать, в конце концов, вы завтра выходили. И вот этот вот жадный второй-то просто вынимал душу. Да. Что еще там было? Ну, он меня не разрешал там сначала, поначалу он говорил, можешь ходить куда хочешь. А потом началось, нельзя туда, нельзя к подругам. Ставь мне лист на месяц, куда и кому ты пойдешь, номер телефона, да, вот, чтобы я мог позвонить. А вы ему адресок на этой бумажечке не дали в психиатрической клинике? Рядом бы с женой бы его соединился. Я знаю даже такой факт, он вам подарил какие-то сережечки скромные, золотые, с маленькими жемчужинками. И когда разводились, он их потребовал назад. Да, у нас... Вернули? Нет. А надо было ему проколоть, только не уши, а в другое место ставить эти серьги, чтобы навсегда и запаять их. Мир двоих миллионам не понять. А кроме вот денег, еще чем-то огорчал? Он мне... Я... Я... Человек такой, который... Я люблю чистоту, да, я уберусь там, все сделаю, приготовлю. Он говорит, я себе не домработницу сюда хочу. Ну, то есть и так плохо, и так. Лучше нужно было вам зарасти грязью. Да. Правда? Это правда, что ли? Ну, это правда, да. В спортзал нельзя. Зачем ты ходишь? Ты... Он меня зазывал, что я нарцисс, да, что ты слишком много там в зал ходишь. Если вы и убираться, и готовить успевали, и в зал, и хорошо выглядите, так он должен был молиться на вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Я знаю, что русские невесты очень популярны именно в Финляндии. Ну, что-то какая-то есть тайна, давайте, колитесь. А вот я не поняла, а вы с ребенком, ребенком-то занимались? Конечно, занимались. Я всегда. А на него, может, на него времени не хватало? Потому что я смотрю в охрану, правда, и в зал, и это. Нет, я все успеваю. Это на все успеваю. Все успеваю, я... А давайте видео просто жениться на красотке. Что еще нужно? И хозяйка хорошая. Ну, знаешь, я тоже не особо верю таким словам. Давайте видео посмотрим. Может, там предспреданным хорошо? Сегодня я хочу немножко поделиться с вами своим городом. Парк Эстонат возникает знаменитым рестораном Папка Ли. А здесь у нас находится Драйм и Собор. А теперь пойдемте популяемся немножко по нашему парку из планеты. Пойдемте послушаем. Ну что, у вас пока, до встречи. А преданная, мам, какое у дочки-то? Да. А то мы какие-то достопримечательности не ваши смотрим. У нее есть своя машина, хорошая машина. И у нее квартира уже, купля-продажа уже оформляется, то есть она покупает свою квартиру. А вы какое имеете представление о русских мужчинах? Как вам кажется, какие они? Я думаю, что они заботливые, что за ними можно стать, как за каменной стеной, и они всегда тебя поддержат. Ну вы тоже, наши мужчины прекрасные, лучше их нет. Но я не советовала бы совсем идеализировать. Хотя после ваших товарищей любой наш покажется просто огромным счастьем. А вот у меня еще один вопрос. Ваш же бывший муж и ваш зять чем-то был недоволен вашими отношениями между мамой и дочкой. Говорит, а что это нездорово? Что он на него ведет? Я очень недоволен был. Как-то наши отношения перестали такими быть частыми. То есть мы очень близки с ней, очень много общаемся. А как часто вы общаетесь с дочкой? Ну мы звонимся много раз на день. А зачем вам это надо? Ну какие-то там проблемы. А ты не допускаешь такую, что, например, есть дочери, которая очень любит своих мам? Она замуж вышла, пусть мужа любит. А для того, чтобы позвонить 17 раз в день по одной минуте, что сутки длинные? А если мама, допустим, очень активная и звонит каждый день, очень много внимания требуется? Перерезается телефонный провод. Давайте все-таки ближе к тому, кто к кому поедет. Варианта другого нет. Вам дочь не отдадут. Девочки сколько сейчас? Мальчик. 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 Восемь. Восемь лет. То есть еще 10 лет как минимум вы должны будете проживать в Финляндии. Мне кажется, вам подойдет мужчина взрослый, у которого бизнес подвижный, который можно вести еще и виртуально, да, который будет легок на подъем, которому нужна будет ваша Европа обязательно каким-то образом. Вы ему поможете в том, что дадите ему гражданство, поможете получить. Ну вот и все. И чтобы он был сильным, независимым и очень состоятельным. То, что вы себя любите, это хорошо, это правильно, это молодец, мама, которая вас воспитала. Наши мужчины любят тех, кто себя любит. Ну что, едем в Финляндию? Почему нет? Давай мы сначала познакомимся с ней. У вас прекрасное отношение с женщинами в доме, вы готовы подружиться и со свекровью, правильно, да? Это невероятно домовитая Луна с Венерой в Раке. Это такой подарок для дома, понимаете? И плюс ко всему еще здесь Сатурн с Белой Луной. Ну и никогда человек без денег не останется. А кто по гороскопу? Вот Лев, Солнце, Меркурий и Марс во Льве. То есть прекрасная невеста. Сильная девушка, мощная, сама может заработать. Но нужен партнер, с одной стороны друг, а с другой стороны, чтобы он реально нашел общий язык с мамой. Знакомьтесь с первым женихом. Привет, Наталья. Меня зовут Дима. Это тебе. Спасибо большое. Отличное платье. Спасибо. С прямыми волосами тебе намного лучше. Спасибо. Дмитрий. 30 лет. Начинающий ресторатор. В прошлом профессиональный футболист. Гордится тем, что с детства приучен к труду. Мечтает купить лошадь. Предупреждает, что часто ездит в командировки. Признается, что постоянно находится в поиске новых увлечений. Отношения с возлюбленной обошлись Дмитрию в полтора миллиона рублей. Надеется, что его чувство к Наталье будет невозможно измерить деньгами. Здравствуйте, парни. Здравствуйте. Здравствуйте. Камера. Спасибо вам. Лариса. Вторая часть камень. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогая. Дим, я не поняла, ваша возлюбленная, ваша любовь оценила в полтора миллиона рублей? Она была... Она была следователем. И по совместительству вымогательницей. Получилось, что так. Мы познакомились с ней, три года встречались. Через какое-то время после знакомства я понял, что девушка за мной следит. Ее цель была максимально, чтобы я постоянно находился с ней. Она очень ревновала ко всем. То есть постоянные звонки, постоянные какие-то третьи лица появлялись. И я знаю, что вы жучки находили в машине своей. Да. Я в один момент продал свою машину, и получилось так, что она мне отдала свою на время. Я так понимаю, предварительно установили там всевозможные жучки, о которых в дальнейшем я и узнал. Помимо этого, я находил их и в квартире у себя. И вот когда вас однажды это все поднастало, вы уехали в Египет без нее. И она не была против ни одной секунды. Нет, она, конечно, возмущалась. Она постоянно... То есть у нее был повод куда, почему, зачем. Но я объяснил, что мы едем мужским составом отдохнуть в Египет. То есть у нас спортсмены, ребята, друзья мои. И вот в этом мужском составе затесался человек, которого никто не знал. Да, еще в автобусе перед вылетом к нам попал некий такой со странностями молодой человек. Ну, как водится, все в семных очках, наверное, в кедке, да? Приподнят воротник. Частный детектив. Слушайте, а это не Манька? Ну, я имею в виду не Манье, преследование у вас. Может быть, это уже были ваши фантазии? Ну, по прилету в Москву я получил стопку документов, где был полный отчет. То есть что я делал, с кем я находился на отдыхе, кто рядом со мной был, во сколько я ушел. Какие звуки доносились из вашего номера? Что вас держало тогда рядом с ней? Ну, она просто сумасшедшая. Держал, во-первых, бизнес цветочный, совместная жизнь, собака. А собаку ее, что ли, или общая? Собаку я подарил ей. Так она на что у вас полтора миллиона-то заняла? На квартиру. Она сказала, что она поможет мне с квартирой приобрести квартиру через знакомых. Слушайте, а мне кажется, она никакой не следователь, мне кажется, она просто аферистка, которая... Ну, глаза очень хитрые, очень хитрые. Послушайте, поэтому она вам и представилась, что она из органов... Такая симпотная. Она сейчас до сих пор обманывает людей. Хорошо, а где она? Есть какая-то юридическая фирма? В розыске. Или она работает в государстве? Сейчас она в розыске. Она в розыске? Да. И сколько вы в общей сложности с ней прожили? Три года. То есть, вот так называется, развела пацана? Не развела пацана. Развела, конечно. Классический развод такой. Нет, 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 это не развод. А что? Ну, это моя ошибка, но это не развод. Ой, да мужчина никогда не признает, что он это лошара. Попал, да. Ну, нужно думать и головой-то, прежде чем одалживать деньги. Вы вообще купец состоятельный или нет? Вот Тамара говорит, надо состоятельный. Что у вас-то? Что нажили-то? Я нажили-то, в этом году открыл ресторан. Вот с Андреем весь в Завидово находится. А в Москве? В области, да, я в москвич. А что в Москве есть? В Москве есть музыкальная студия. Квартира какая у вас? Квартира трехкомнатная. А у меня это родительская квартира? Ну, это наша квартира. Ну, как ваша родительская? То есть, родители там же продать вы не можете без разрешения родителей? Нет. Не можете. Скажи, а у зятя твоего что есть? Четырехкомнатная. Его собственная? Нет. С родителями. А я поэтому и спрашиваю, а я не набиваюсь. Вот я и выясняю. Не-не-не, ну ты так прямо присыл. У 30-летнего мужчины может не быть собственниками. Скажи, а куда придет Ксения? К жениху или будет этим, как это, прихвостенье? Или как он называется? Примак. Примак он твой? Да. Примак? Он не примак. Временно живут в Ксюшиной квартире, сейчас ремонт делают. Временно примак. Временно, временно примак. Но квартира это не самоцель. То есть, если надо квартиру купить... Как раз самоцель. Вот нам, бедные, говорить не нужно. Я для чего спрашиваю? Буду я за тебя биться, чтобы ты в России остался? Либо я скажу, да забирайте, ради бога. Только в России. Ох, молодец, патриот. Вот так, хорош. А если прямо любовь-любовь? Любовь в России. Ну, видный жених. Видный жених, молодец. Хотите замуж? Попробуйте стать стройными. Вам в помощь диеты Елены Малышевой. Набор готовой еды для снижения веса. Просто ешьте и худейте. Посмотрите, Наталья обожглась на жадном мужчине. У каждой национальности есть свои причуды. Да, есть какие-то отличительные знаки. Вот грузины, например. Даже анекдоты. Фильм, если вы помните Мимино, да, когда он говорит, чай с дачи не надо. На что ему Буфетчица ответила, и мне не надо. Но вот грузинам деньги ляжку жгут. Пять рублей, но они должны обязательно прокутить все до копейки. Это был гениальный анекдот, когда в Большом театре получают в гардеробное пальто армянин и грузин. Армянин дает пять рублей, грузин десять. Армянин двадцать, грузин двадцать пять. Армянин двадцать, там пятьдесят, грузин говорит, там мне пальто не надо. Понимаете? Это другая крайность. Поскольку я жила в Грузии долгое время, и сейчас у меня есть родственники, это тоже раздражает. Это вот такая расточительность, и когда ничего не жалко, когда до последней не могут удержать деньги в руках. На Западе принято совместный бюджет, да, и даже если вы муж и жена уже 45 лет, в ресторане нормально каждому расплатиться за себя. Судя по тому, что Наташа приехала к нам сюда, ее такое положение дело не устраивает. Вы щедрой. Какой самый дорогой подарок сделали своей возлюбленной? Полтора миллиона. Правильно. Полтора миллиона – это очень дорогой подарок. Вернуть? Вернуть полтора миллиона, я думаю, это нереально. То есть, а наказать и найти девушку, действительно… Вы уже ее наказали, она вот все же с желтым билетом сводит. Это легкое наказание. Ого, хорошо. Как к ребенку будете относиться? Не будет ли вас это смущать? К ребенку? Ну, сначала надо познакомиться ближе, а ребенок… То есть, если ребенок не понравится, то… Ну, вообще, ребенок для меня помеха. А если уже ребенок есть, будете настаивать, чтобы он оставался с бабушкой? Ну, я думаю, а ребенку сколько лет? Восемь. В принципе, достаточно уже взрослый парень. Я думаю, проблем никаких не будет. Хорошо. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, семейная тайна или традиция и скелет в шкафу. Я выбираю скелет в шкафу. Пожалуйста, воля ваша. Что же там? Пусть он пострашнее будет. Пустой конверт, значит, скелета нет. Ну, а что, 30 лет могут и не быть? Нет, но он вполне откровенно говорит все, что он думает. А сюрприз какой-нибудь приготовили для Наташи? Да, хотелось бы пригласить Наталью потанцевать. О, вот она и есть скелет. Бывает и тактический обман. Часто в Москве бываешь? Я нет, первый раз. Первый раз? Да. Мы большие с ним в Таллин. Да? Ну, как тебе понравилось? Ой, очень красивый город. Ты тогда приехала давно? Я приехала пару дней назад. Да, очень. Ну, надо почаще приезжать. Да, теперь буду приезжать. Очень понравилось. Фотографии очень красивые у тебя. Спасибо большое. И с прямыми глазами тебе намного лучше. Спасибо. Смотри, все-все прощупал, все-все спросил. Спасибо большое, парни. Спасибо вам. Проходите в свою комнату. Вот так, Наташечка, какие у нас парни? Ну, неплохой парень, спокойный, сдержанный достаточно. Ну, вот это, конечно, настораживает, что он его дети... И что он не поедет в Финляндию? Немножко, да. А вам как? Приятный молодой человек, но ребенка я своего не брошу. Не отдам никому. Роза? Вы хорошая. Димочка хорошая, молодец, патриот. Корни есть. Родители тоже, видать, хорошие. Правильно воспитали мальчика. Не разбежались, извините. Это ваши проблемы с вашими детьми, Ива, это... А у нас, собственно говоря, и правильно... Что, у нас девчонок, что ли, молодых без детей, без прошлого нет? Мы найдем... Знаешь, мне как-то даже неловко слушать сейчас себя ощущение, что приехала к нам из мест не столь отдаленных вся в наколках зечка, которая отмотала сроков 15 в свои 30 лет. Это ты так воспринимаешь, я так не воспринимаю. Это так слышит абсолютно, что на ней клеймо, она не имеет права никакого, на нашу прекрасную землю. Пусть мечтает. Не имеет права ни на одного из... Это так дико слышать. Мы не умеем договариваться ни с кем. Почему так не должно быть? Ларис, ладно, на сайте 2.tv мы ей целый комплект представим, так что удовлетворит она твое желание. Нет, у меня нет никакого желания, я считаю, что есть чувство, есть любовь, и для этого нет никаких границ. Главная преграда, наверное, ребенок, вот, потому что, ну, я для себя никаким... Я могу сказать со стороны, она просто не успеет, она за тобой не успеет. Конечно. По Солнцу, по Луне, по Марсу и Венере есть совместимость, причем физическая, очень хорошая. Конечно, у него, вот, при показателях Луны, он двойственный человек. Он открытый, откровенный, прямой, увлекающийся очень сильно. Говорит то, что думает, но в то же время, бывает, зажмется. Чем больше в его жизни испытаний и переживаний личных, тем больше зажимается душа. Не пугайтесь такого, у вас есть еще второй жених, проходите. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Я Александр. Очень привет. Это вам. Спасибо. Янтарь с Балтийского моря. Спасибо большое. Найду ли рифму и слова, достойные тебя? Не мой восторг, вот что я могу себе позволить. В сравнении с тобой, бледны, и солнце и луна, твоей дивной красотой им не поспорить. Ох ты, проходите. Александр, 37 лет. Владелец мебельной компании в Риге. В свободное время занимается садоводством. Гордится двумя высшими образованиями. Мечтает о широких плечах. Предупреждает, что заберет возлюбленную на свою территорию. Перед заключением брака Александр составил брачный контракт, но со временем понял, что предусмотрел в нем не все пункты. Надеется, что с Натальей у него не возникнет разногласий. Вот, пожалуйста, прекрасно. Практически русский парень, но имеет европейский паспорт. Идеальный вариант, просто идеальный. У меня такое впечатление, что это брат и сестра. Скажите, а в Риге принято составлять брачные контракты, или вы состоятельный человек, и вам есть что терять? Да, очень популярно и удобно. Мужчины могут свободно обращаться со своим имуществом, с недвижимостью. То есть не надо с собой брать жену, когда, если хочешь, продать или купить имущество. Вот давайте на примере вашего бывшего брака, который распался, и, как я понимаю, немаловажную роль сыграл этот самый брачный контракт. Правильно? Вы женились. Да, какую-то русскую. Она была в курсе, что у вас есть этот контракт? Нет, мы его составили. Мы жили на вашей квартире? Да. Которая была приобретена до свадьбы. Женщина, ваша жена, жила в условии, что она в случае чего не имеет права ни на что. При этом у нее были по дому, естественно, женские обязательства. Убирать, стирать, вытирать пыль, мыть полы. Ну, естественно. Естественно, есть и женские обязательства, и мужские обязательства. Да, и она однажды вам сказала, а что это я здесь буду порядок наводить, если это мне ничего не принадлежит? Да, так именно. И сказала, что, ну, я ей говорю, ну, а что ты замуж выходила за квартиру? Живи, пользуйся, будем жить долго, счастливо. Хорошо. И, может быть, она, кроме себя, еще кого-то из родственников хотела на вашу площадь? Ну, получается, что любила свою маму больше, чем меня, можно так сказать. А как вы сделали этот вывод? Ну, много времени уделяла своей маме. Ну, что она там такого с мамой делала, что... А что Даша делала? По 17 раз на дню звонили друг другу, даже если по минуту они там разговаривали. Действительно, полдня говорят по телефону, обсуждают разные вещи. Вместо того, чтобы что делать? Вместо ужина, вместо обеда. А, вместо. Ну, разговоры по телефону постоянные. Слушай, она так привязана к маме. У тебя тоже привязанность к маме, можно сказать. Моя тайна. Держим в секрете. А вот не похожи ли отношения вот нашей невесты с мамой? Роза, можно поправочку внесу? У нас отношения с Натальей близкие тогда, когда ей нужна моя помощь или что-то? Она мне всегда звонит. То есть вы оправдываетесь в своем материнстве, что вы слишком любите дочь, заботитесь о ней? Да, ну я, да. Вы сейчас перед Розой оправдываетесь, что у вас такие близкие отношения, вы звоните? Правильно поняла. А я пойму так, как я пойму. А вам не кажется это? Может, я ошибаюсь? В схожей ситуации? Да. Ну, в чем-то схожи. В чем-то схожи. Подожди, однажды ваша жена заявила, что когда уже мама поселилась ее у вас, она сказала, это моя мама, и если я здесь живу... То пускай моя мама с нами живет. Моя мама с нами живет. И вообще рви брачный контракт. Да. Я даже правда не понимаю. Я со своей мамой живу. Я с ней в засос. В засос мой муж. Все мои мужья ее обожали, уважали. Мы у нас с дочерью наиближайшие отношения. И как вы думаете, неужели парень, который появится в ее жизни, и вдруг скажет, что как-то мама... Мне кажется, у меня хватит своей собственной деликатности, чтобы не влезать там, да, и быть дозированной. Но какой-то прыщ мне вдруг скажет. Чистовато. Ребята, я все-таки перед Кавказом и Востоком склоняю голову. Лариса, а мне лучше... Им прийти мысль такая дурная не может в голову. А можно ваше преданное посмотреть, а? Видео у нас есть. Давайте. Хорошо. Живу в красивом, замечательном городе Рига, в Англии, в трехкомнатной квартире. По утрам я делаю зарядку, занимаюсь приготовлением еды. Мне нравится больше всего тушеные овощи с мясом и тыквенная каша. Я работаю в торговой компании, которая занимается реализацией мебели и спортивных товаров. Компания работает уже более десяти лет. Я хочу встретить свою любимую, с которой хочу создать семью. Слушайте, а вот я знаю, что вы мечтаете о каком-то... о ширине плечи, чтобы плечи у вас поширше были. Это что такое? Я занимаюсь спортом, но это как просто мое желание. И сколько вы не пьете, не курите без рук? Нет, я не пью, не курю. Какая ширина плечи должна быть? А чем больше, тем лучше. Ну, касаясь, Сажень, касаясь. Чем больше, тем лучше. Слушай, а разве можно нарастить? Вы такой хорошенький. Можно заниматься, скажем так. Хороший парень, только что-то подать себя не умеет. У вас осталось два бонуса. Свидание наедине и семейная традиция. Или семейная тайна. Что выбираете? Семейная традиция. Наш дедушка Василий Уткин, он прошел до Кёнигсберга и освобождал... Ну, который сейчас уже Калининград называется. И заработал, заслужил четыре ордена. Прекрасно. А сюрприз приготовили? Да, конечно. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У меня вот создаст впечатление, что он буквально вот сейчас подбирает эту песню, и он ее вот придумывает на ходу. Слава еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, ладно кривиться, это уже не минута славы программы. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, дорогой. Это приятно, что вы подготовились. Проходите в твою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что, девочки, Жанночки, такие сделали глаза? Да? Что это? Программа голос? Ну, из одного мужа она уже сделала спортсмена, он похудел там килограмм на 50. Делать из второго еще, который прибавит в плечах, ну, мне кажется, это второй европейский муж, с которым Натальей будет скучно и неинтересно. Ну, не Бонд, не Джеймс Бонд. АПЛОДИСМЕНТЫ А что? Вы думаете, что... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это чё, Арн? АПЛОДИСМЕНТЫ Это чё такое? А в баночке что, нёдик? Это нёд, да? Спасибо. Нет, это варенье. Я выращиваю деревья и вот делаю варенье. Какой молодец. Молодец, Борж, ухозяйственные. А кому варенье? Это вам попробовать. Спасибо большое. Попробуем. Попробуем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слушай, ну, Роза молодец. Роза молодец. У нас сразу сечёт фишка. Да, да, да. Ну, рубит всё, да. Ну, практически всё. Он вполне понятный человек. Он и хозяйственный, он и уравновешенный. Семья огромное значение имеет для него. И на вашей Венере и у Марса. Это часто говорит о невероятной совместимости физической. Понимаете? Ну, может быть, конечно, вот недопонимание именно потому, что плечи действительно надо нарастить. Но для вас один огромный плюс – это паспорта европейских. Я имею в виду плечо, понимаете, в том смысле, что этот человек должен расправить свои плечи, почувствовать себя сильнее и увереннее. Вот это вот, да. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших соведущих в любое время по телефону 0736. Пока реклама. У вас ещё один жених. Проходите, знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. 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 Я рад тебя увидеть. Спасибо. И живую выглядишь гораздо лучше, чем на мониторе. Проходите. Игорь, 39 лет. Технический специалист в финансовой компании. Мечтает о замке в Шотландии. Гордится многочисленными дипломами о высшем образовании. Признаётся, что много времени проводит за компьютером. Предупреждает, что его избранница должна хорошо выглядеть в любое время суток. В отношениях с возлюбленной Игорь не устраивал всего один интимный момент. Но именно он стал поводом для прекращения отношений. Надеется, что с Натальей у него будет полная совместимость. АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь, даже страшно и боюсь спросить, что за интимный момент вас так от жены отпугнул? Ну, честно говоря, не собирался всё это на публику выносить. Ну, раз жанр программы требует. Да, действительно, мне важно, чтобы девушка хорошо выглядела. И этот момент касался того, что там после эпиляции у неё была гусиная кожа и вот как-то... Вы сейчас про какую часть тела говорите? Про ноги. Ну, сейчас сам получит, на самом деле, от всех трёх. А вы считаете, что после эпиляции не бывает гусиной кожи? Я понимаю, да. Ну, где-то романтик, наверное, где-то вот... А давайте я тоже хочу экспериментировать, потому что читала, меня это возмущать начало, на самом деле. Вот мы всё стараемся. Давайте мы сейчас проверим, будет ли гусиная кожа после эпиляции. А вот я вам её сделаю. А будьте любезны, а? Давайте мы вас на ручки сделаем. Да. Давай. А сейчас всё будет. Ну, тут как раз, ладно, я вас пощажу просто-напросто. У вас тут небольшая растительность. Я не предупреждаю, да? Ну, не у всех есть гусиная кожа после эпиляции. Просто есть специальные кремы, специальные лосьоны, которые... Ну, это свойство кожи. А мы сейчас посмотрим, может, как раз он, как раз то исключение. Да я мог бы и подождать там денег, давай, и так далее. Ну, смотри, Глазка, как шёл. Ладно, да. Это вам. Один мой знакомый развёлся с женой, потому что выпилил ей мозг, что когда она выходила из туалета, то освежитель воздуха оставался на ней. Вот этот запах освежителя туалета. Пропилил ей все мозги. Развелись. А второй всё время делал замечание её ребёнку, что тот слишком много тратит туалетной бумаги, он неэкономный. И когда пятилетний мальчик сказал, зато тебе не приходится тратить стиральный порошок на мои трусы. Жена-то смеялась и развелась с ним. Вот, так что, вы знаете, все такие спорные вопросы интимные, они имеют место быть. И нам кажется, что мы все разводимся из-за предательства и так далее. Но разводят вот такие моменты. Просто людям нечем другим заняться, как заниматься вот этим делом. А скажите, что вам мешало, кроме гусиной кожи, её в ЗАГСы довести? А первый месяц, который мы прожили вместе, был вообще замечательный и отличный. Потом из отпуска приехала мама. Её? Да. И это не ваш адрес. Да нет, у нас все мужчины, у всех Ахилесова это мама, поэтому говорите, что... Да, и я понял, что мне придётся жить не только с ней, но ещё с её мамой. Ну какое-то время, наверное, только. Пирога приготовила, во всех пирожки. Всё так, я, видимо, у меня какой-то гиперответственный, потому что я сразу понял, ага, так мне надо за ней ухаживать, за её мамой ухаживать, за её дочкой ухаживать. То есть вы имеете на содержать? А, она была ещё и с ребёнком. Прекрасная дочка. А ребёнок с вами жил? А, да. Всё время? Да. На вашей территории? Да, ну на её территории. А, то есть вы, значит, к жене ещё ребёнок ещё? А ещё она, когда вы вместе гуляли, всё время показывала вам на витрине и говорила «хочу-хочу». У неё перед этим был богатый муж, и я немножечко комплексовал на эту тему. Может быть, что-то этому предшествовало? Может быть, вас кто-то уже напугал, и вы после этого стали так настороженно относиться к девушкам? Я знаю, что у вас была какая-то история ещё в институте, когда вы учились. Ой, ну это так, это скорее просто пример женского поведения, который меня... Ну вот расскажите этот пример. Нет, а это потому, что это всё равно следствие. Следствие и последствия. Поэтому, ну вот расскажите эту историю. Да, ну мы с моим другом были такие молодые мальчики, которые там оба не зарабатывают. Пригласили девочек в кафе. И две девчонки сидели. Одна водила там по меню, может быть, там даже стеснялась. А вторая прям при нас. Мы всё это видели, слышали. Толкает её. Ты что, дура, что ли? Это дороже, бери вот это. Ну и в общем, как-то такой немножечко момент, не знаю, неприятный. Да, а вы ей задали вопрос, если у тебя деньги для того, чтобы расплатиться, да? Это другая была история. Ну тоже связанная с рестораном, с посещением ресторана. Ой, это где-то девушка интересная. Я подошёл с ней, заговорил. Как-то так промелькнул, что она хочет пить. Зашли в одно из мест. Оказалось, не только пить, но и есть она хочет. И ей нет, где жить. Да, да, да. Ну, как-то у меня были с собой деньги. Мне было интересно наблюдать за её поведением. И чуть, видимо, месть какая-то, видимо, накрутилась. То есть мне захотелось поставить её в неудобную чуть-чуть ситуацию и посмотреть, как она выйдет. Да, то есть там первая, она там всё это заказала. Ей принесли. Я сказала, ну, приятно было познакомиться. Как бы я там пошёл к своим друзьям. А месть за что? Ну, что она вас так решила развести. Интересно было, да, там на её поведение посмотреть, как она выкрутится из-за этой ситуации. И как она выкрутилась из-за этой ситуации? Ну, побледнела, побледнела, побелела там и так далее. А вы ушли? Нет. Соплотили? Да, мне стало её жалко как-то. Я посчитал, что наказание сделано. То есть я говорю, другого мужчины не могу бы с собой. Там денег, например, оказывается. Каждый мужчина прошёл через этот опыт общения с женщинами. А поедете вы в Финляндию? Как минимум разок съезжу. Почему разок? Мы вам жениться предлагаем, а вы разок. Я ни разу не был в Финляндии. Скажите, а с ребёнком будете искать общий язык? А что делать придётся? То есть вас это не пугает никак? Я хорошо нахожу общий язык с людьми. А брачный контракт будете? Я считаю, что с юридической точки зрения он разбивается. Этот брачный контракт, это скорее такая договорённость, которая любой грамотный юрист возьмёт свои 50%. Какие принципиальные пункты будете без брачного контракта с женой на берегу оговаривать? Ой, вы знаете, сейчас я вижу только одно хорошее. Я даже не понимаю, какой гадости можно ожидать, чтобы заранее её оговорить. Как правило, сначала шишка набивается. А у предыдущих женихов очень смущало такое плотное общение с мамой нашей невесты. Мама помогает ухаживать за детьми. То есть, собственно, можно маме оставить ребёнка, а самим куда-нибудь поехать отдыхать и проводить время. Все вместе, да. Вас это не будет никак? Да, либо наоборот, маме можно купить билеты в театр, либо на курорт. А самим? А самим дома побыть. Она вообще как-то не заинтересована. Смотри, она не смотрит на него. Ребята, у вас остался один бонус. Свидание наедине. Я думаю, что если у вас какие-то есть вопросы друг к другу, вы их можете выяснить в комте, проходите. А вы говорите, финские мужчины жадные. Это тоже домовитый, да, у нас Игоряшка? Ну, немного. Ты говоришь, у тебя была женщина, у неё был ребёнок, да? А как ты с ним находил общий язык? Как ты с ней? С девочкой, да, была? Да, с девочкой вообще всё хорошо. Она меня любила. С девочками я уважаю. Я так понимаю, у тебя мальчик? Да, у меня мальчик. Ну, вот мальчик, не знаю, может быть, там конкуренция или ещё что-то. Он во мне может, с одной стороны, видеть конкурент, а с другой стороны, может, наоборот, видеть пример, которому ему захочется подражать. Отца нет? Нет, отца нет. Женское воспитание. Мать, видать, занудила Игорян. Этим бабам нужно только одно – подарки, квартира, московская прописка. Им нужны только от тебя деньги. Вот соглашайтесь со мной, да, это абсолютно бабское, вот такое вот не женское, а бабское воспитание. Всё время кажется, что его кто-то хочет развести. Она сначала сказала, хочет попить воды, а потом заказала себе борщ с пампушками, а я её наказала, а потом пожалела, понимаете? Он видит угрозу там, где этой угрозы близко нет, понимаете? Отдай, тебе вернётся больше гораздо. Игорь, ну у вас ещё есть сюрприз, может быть, сразу прямо на сцену, или вам нужно подготовиться? Да, конечно. Пожалуйста, мы вас будем ждать. Спасибо. Он более активный, по сравнению с Александром. Но он менее, может быть, менее сложный для неё, но более уверенный относительно Александра. И она чувствует это тоже, то есть она более бодренько выглядит так. Сюрприз готов, давайте смотреть. Ух ты! Сюрприз, Наташа. Мне рассказали, что ты катаешься на роликах. Это правда. И я как раз увлекаюсь, сейчас увлёкся направлением славом. И я тебе сейчас покажу простенькие элементы. Сами элементы ты, наверное, знаешь, то есть это параллели, монолайны. Ну тут сцена, я не знаю, могу прыгнуть. Не надо, можете. Давайте. Не надо, вдруг. Прыгните. Прыг. Да прыгну, да... Давай, давай, сынок. Да столкнем. Идти на небо, называйте. Прыгай, прыгай. Чё, обещал? А-а-а! А теперь, друзья, забирайте и катитесь в свою комнату. Я хотела ещё подарок подарить небольшой. Ты сам подарок, пожалуйста. Не надо, подарок подарите, а она к вам не выйдет. Вот, зачем вам накладно это? Жанна и Жанна. Я даже не знаю, что сказать. Я знаю одно. Есть... О, подарок отдавайте сюда, мы как гарантию получим. Да, 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 да. Вот, девочка. Вот, как мы вместе учиться. О, спасибо. На этих полисах. Прекрасные. В поезде поедете, пить захотите? Нет, это стаканчики, чтобы ездить между это. Ну, в принципе, для поезда тоже подойдут. Ну, что, девочки? Я не знаю, что сказать. Я знаю одно. Если у неё такая ситуация случится с ним когда-нибудь в жизни, когда он её захочет поставить в неловкое положение, она не побледнеет. Она достаточная женщина, самостоятельная, самодостаточная. Чё, позор, наверное, со страной? Зачем же так? Так, всё было хорошо, но с роликами... Тихо ходят в угол. А мне, кстати, вот обидно, вы, вот ты сама всё время говоришь, все хотят готовых, а я всё время напоминаю, что хорошие мужья мне рождаются, хороших мужей делают хорошую жену. Сороковник. У вас ещё, ну и что? Рыжа, Сороковник. У неё, а она тоже не девочка, 30-то лет. Ну, 30-30, у неё уже есть ребёнок, два брака. Два брака, третий. А у этого ничего нет. И что теперь? Сороковник. Нет, у них ровненько как раз. Вот и сделайте из него хорошего. Кстати, а вы хотите готовы? Не будет вам готовы. Готов мы не отдадим. Ну, он хорошенький. Красавчик. Ну, пускайся он на этих роликах, не убился бы только. Он традиционалист, понимаете, да? И ему нужна прочная, стабильная, постоянная женщина, которая будет с ним заботиться об общем имуществе и очень надёжна, при том, что красиво, стабильно, сдержанно, срывается, когда ему нужно с места, понимаете? Но очень надёжна. Вот. И он, наверное, вот ментально где-то, с одной стороны, в сороковых, понимаете, вот по традиции семьи, я бы так сказала, а с другой стороны, он хочет свежести, новизны, авангарда. И вот эта двойственность всю жизнь будет его толкать на поиск перемены. Очень сложно. Хороший мужик, но не орёл. Да. Девочки, что советуете? Или вам нужно поболтать, пообщаться, пошушукаться? Мы уже поговорили. Думаю, что первый более-менее подходит. Я думаю, она выберет Игоря. Игоря? Игорь больше всего подходит. Я за Александра, он очень к вам подходит. Ничего сделайте, плечи нарастите, уже опыт есть в этом отношении. Тем более родной, из одной страны. За Александра. Я думаю, что она никого не выберет, и она никому не зайдёт. Я очень часто бываю подолгу в Европе. И у меня много подружек соотечественниц. И они все одиноки. Все. И у всех дочери и сыновья. И все хотят пары из России. Потому что они ещё остались в тех самых годах, когда уезжали. В 80-х всё. А мир переменился, я вам говорю, это в пятый раз. Вы правда самостоятельная? Вы правда знаете эту жизнь? Вы правда можете выжить сами по себе? Наши мужчины мало изменились с тех пор. Потому что им родители, мамы, в основном не дают измениться. Потому что мамы всё время их тянут в 70-е, в 80-е. Напоминаем, как жизнь ужасна. Как мальчику говорят, что девочке от тебя нужно одно. Девочке говорят, что у мальчиков одно на уме. И единицы дают возможность своим детям развиваться. И не зашорено смотреть на эту жизнь. А уже понимать, что мир другой, и он огромный. И нет границ. Понимаете? Поэтому такие мужчины, как Игорь, такой зашуганный, как Александр, они все чего-то боятся. Этот страх у них сидит в генах. Я не знаю, что должно произойти. Если есть энергия распутать этот клубок комплексов, страхов, то вперёд. Если хотите готового, то не здесь. Но если вы себе мужчину не вырастите, а как-то его просто сможете пообтесать под себя, вам воздастся. Вот такой готовый, как в романе, как в фантазиях, не будет точно. Мне кажется, наиболее лепкий из троих мужчин – это второй Александр. С ним меньше проблем будет, начиная от паспорта, заканчивая каким-то вашим европейским мансом, которому мой ум не постижим, мне это не постижимо просто. А для вас это норма? Что звёзды? Ну, наверное, первый вариант в данном случае для вас наиболее приемлемый, правда? Поэтому проходите туда, куда решили. Мы вас в любом случае поддержим. Танюш, ты знаешь, у меня такая проблема, у меня начались первые признаки импотенции. А я говорю, а я здесь при чём? И мне твой голос очень волнует. Это же, говорит, для занятий. Ну, что себе какая тебе разница? Твой голос? Никогда в жизни никто не попросит, потому что наоборот всё. Я предлагаю всем выйти и поддержать Наташу. Ну, я выбрала тебя. О, а ты взяла купальник? Взяла. Да? Ну, отлично. Тогда следующее наше похождение будет в пельфинарии. Потому что я тебя мало знаю, нам надо обязательно познакомиться. Хорошо. Спасибо, что ты меня взяла. Спасибо. У нас есть пара Дмитрий и Наталья. Есть ли вы одиноки? Или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы? Пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok